Всем привет из солнечного Таиланда. Сегодня мы поговорим о Венесуэле, тем более, что момент подходящий. Эта несчастная южноамериканская страна переживает время тяжелых испытаний. И из этих испытаний нам, как людям разумным, необходимо сделать некие выводы. Тем более, что выводы прямо напрашиваются, и они более чем показательны. Сразу говорю, что по возвращению в Ленинград мы запишем длинный, глубокий ролик, часа на два. И конкретно про Венесуэлу, и вообще про боливарианский социализм. Пока некий вводный анонс. Первое, и что важно. Появление из политического небытия Хуана Гуайго, это тоже важный урок. Почему? Конечно, и Константин Семин, уважаемый мой коллега и Борис Кокорлицкий, и многие другие люди, которые глубоко разбираются в теме, будучи политическими обозревателями, аналитиками, вполне справедливо отмечают, что нынешние беспорядки в Венесуэле в значительной мере инспирированы США. Право, было бы очень глупо думать, что такая гигантская империя, как США, находясь совсем рядом с Венесуэла, совсем не будет влиять на ситуацию в этой стране. Тем более, что такое Венесуэла. Венесуэла – это один из важнейших экспортеров нефти в мире. Это, во-первых. Во-вторых, еще в 2007 году нынешний советник президента по безопасности Джон Болтон заявлял напрямую в интервью российскому телевидению, что готов советовать президенту, администрация президента готова так или иначе влиять на любой политический режим в любой точке земного шара, если это будет соответствовать политическим интересам США. Политическим и экономическим. Так что, повторюсь, было бы крайне наивно думать, что США не будет как-то участвовать в венесуэльской ситуации. И она, как мы видим, участвует, пользуясь наработками господина Джина Шарпа по ненасильственному свержению власти. Более-менее ненасильственному. Так были отработаны все так называемые бархатные, оранжевые и прочие революции, начиная, наверное, с ситуации в Югославии. С несчастным господином Милошевичем. Вот теперь настала очередь Венесуэлы. Региональное возначение политик, Хуан Гуайдо. 80% венесуэльцев о нем просто не знали, если верить социологическим опросам с той стороны. Оказывается соперником законно избранного президента Николаса Мадуро. Его поддерживает часть армии, его поддерживает часть населения, как правило, в богатых городах. И дело идет к полной дестабилизации системы власти в Венесуэле вообще. Чем это закончится совершенно непонятно. И, повторюсь, конечно, в этом виноваты в том числе США. Но, товарищи, эта очевидная вещь имеет под собой не вполне всем очевидный фундамент. Потому что невозможно вывести людей на улицу, если они всем довольны. В Венесуэле были конкретные экономические и политические проблемы. И связано это было именно с болеварианской моделью социализма. Подробнее я расскажу об этом в ролике из Ленинграда. Пока просто отметим, что и Чавес, мир его прав, и Николас Мадуро неоднократно заявляли, что они то социалисты, то троцкисты, то социалисты без социализма. И вот это самое главное. Потому что болеварианская модель это игра в социализм без социализма. Урок Сальвадора Альенде, по-моему, пошел абсолютно зря. Потому что невозможно быть беременным чуть-чуть. Или страна беременна, или, извините, не беременна. Потому что или у нас есть социализм. То есть обобществление основных средств производства во всей стране. Или его нет. А раз его нет, идет просто игра в более справедливое распределение. То отсюда могут быть самые разные последствия. Вообще-то, конечно, болеварианская модель может существовать и вполне успешно развиваться. Если вокруг нет сильных игроков, которые в той или иной мере заинтересованы в дестабилизации ситуации в стране. А в Венесуэле такие игроки рядом есть. Это США в первую очередь. То есть игра в более справедливое перераспределение нефтяных доходов без смены общественной экономической формации приводит к вполне объективным разногласиям между политической властью и экономическим базисом. А экономический базис нефтяной, он напрямую влияет на интересы США и напрямую влияет на интересы господ венесуэльских олигархов. Или тех господ, которые хотели бы стать венесуэльскими олигархами. Кстати, говоря, до прихода Чавеса в 1999 году все происходило так, как происходило у нас в 90-е. Да и сейчас происходит. Чудовищно богатые чиновники государственных корпораций и нищее население, которое не имело нерегулярного доступа к медицине, нерегулярного доступа к образованию, вот Чавес то все поменял. Отняв серьезную долю дохода, направив его в более справедливое перераспределение. Кому такое понравится? Никому. Люди имеют серьезную связь. Страна очень патриархальная, Венесуэла. Соответственно, на родственных и личных связях держится очень многое. Люди имеют деньги. Люди имеют бесконечный американский ресурс под боком. Вывести на улицу Каракаса 30 тысяч человек для таких людей – это дело техники. А техникой, уж поверьте, американцы владеют. Вот, посмотрите, к чему приводит игра в социализм без социализма. Без коренной смены общественно-экономической формации. Повторюсь, Альенде совершил ту же ошибку. Закончился тем, что он вынужден был застрелиться в собственном президентском дворце во время известных событий 70-х годов. Это второе, о чем я хотел сказать. Третье. Это, конечно, наши российские международные контакты, наша международная политика, про которую говорили, что вот уж чего-чего, а международная политика режимом Путина проводится последовательная, здравая и правильная. Вот, например, в Венесуэлу Роснефть инвестирует деньги. Заключаются контракты на поставку оружия в Венесуэрскую армию и так далее. Все было бы хорошо. Но раз за разом на мировая история преподносит одну не очень лицеприятную для человечества мысль. Если ты хочешь обстаивать какие-то свои интересы, тем более на другом конце географии, ты должен быть офигенно сильным с экономической и военной точки зрения. А вот с военной точки зрения у нас, прошу прощения, дорогие товарищи, все не шибко здорово, потому что мы деньги, которые получали от нефти, просто профукали. У нас сейчас нет серьезного океанского флота. Единственная сила, которая могла бы как-то повлиять на наши интересы на южноамериканском континенте. Просто потому что он делен от нас Атлантическим океаном, чудовищной огромной рекой или рвом Атлантическим. Когда я в прошлом и некоторые другие года раньше говорил о том, что мы просто профукиваем деньги на Потемкинские деревни, например, на Олимпиаду в Сочи, которая стоила 60 миллионов евро. На этот мундиаль футбольник звучит-то мерзко. Господи, чемпионат мира, который стоил 15 миллиардов евро. Вы понимаете, что один вертолетоносец мистраль французского производства стоит по контракту 600 миллионов евро. Ну, понятно, что в достройке в оснащении это будет около миллиарда. Вот мы в Сочинскую Олимпиаду уложили 60 вертолетоносцев. Понимаете, это даже не эскадра, это флот целый. Скажите, пожалуйста, как помог нам мундиаль в смысле отстаивания собственных интересов, например, в Венешуэле. Один, этот чертов, мундиаль, это эскадра основных боевых кораблей эсминцев. Со всем обеспечением, которое только могло быть. Это, между прочим, рабочие места. Это рывок технологий. Рывок промышленности, собственный, родной. Не надо размещать деньги во Франции, даже строя их корабли на месте. И вот мы могли бы сейчас, вместо того, чтобы потемкинские деревни прославлять по всему миру, как мы замечательно провели чемпионат мира, мы могли бы подогнать, как в свое время к берегам Ливии, Советский Союз подогнал пятую оперативную средиземноморскую эскадру и просто не дал эту страну американцам разбомбить. К сожалению, совсем в прошлом это время. Вот почему бы у нас сейчас так не оказалось, например, наш Балтийский или Северный флот около берегов Венесуэла? Хотя бы флаг продемонстрировать, вы понимаете? Ну нет. Мы непонятно с чем уже, который год боремся в Сирии. Вообще непонятно с чем. Мы не можем отстоять собственные интересы. Не только в Венесуэле, прошу прощения, мы на Украине не можем отстоять собственные интересы. Это у нас такая замечательная внешняя политика режима Путина. Оставьте эти надежды. Оставьте надежду всяк сюда входящий. Нет у нас в своей внешней политике, потому что мы очень слабы экономически и очень слабы, как результат, в военном смысле. Ну а венесуэльскому народу удачи, терпения. Надеюсь, товарищ Мадуро, несмотря на все свои ошибки, все-таки разберется с этой текущей крайне неприятной ситуацией. На сегодня у меня все. Ожидайте углубленного разбора данного вопроса из Ленинграда. Всем пока. Продолжение следует...